Добрый вечер, Возлюбленная Церковь! Приветствую всех, кто в Доме Божьем, кто вовремя в Доме Божьем, кто пришел сегодня не просто для человека, пред лицо человека, чтобы кого-то увидеть. Приветствую тех, кто пришел пред лицо Божье прежде всего. Мы должны понимать, что мы приходим хоть и в физическое здание, здесь мы видим друг друга, мы приветствуем друга, мы рады видеть друг друга, но мы приходим пред лицо Божье, мы приходим пред Его лицо, мы приходим, чтобы прославить Ему, поклониться в смирении перед Ним. Помню, что Он наш Господь, мы Его паства, мы Его дети, мы Его творения. Я думаю, что эти служения, они не проходят бесследно, они не проходят просто так для нашего сердца, для нашей души, для нашего духа. И если наше сердце открыто, если мы приходим предеволиться, что бы мы сейчас ни чувствовали, что бы мы сейчас ни переживали, может, наоборот, кто-то сложные моменты, кому-то тяжело и лицо Господу поднять, или плоть тяжело как-то. В любых случаях я верю, что Бог смотрит на сердце, и Бог в силе и обновить, и исцелить, и прикоснуться, и все, в чем мы сегодня нуждаемся, и дать слово, и направление, и уберечь от чего-то. Ну, все-все, можно этот список продолжать. И мы начнем традиционно с Псалма. Следующий Псалом, шестой Псалом. Может быть, хотелось бы с другого Псалма какого-то начать, да? Но есть разные Псалмы, есть разные ситуации. Мы уже говорим о том, что ключ как раз Давида, ключ этих Псалмов, что он в каждой ситуации, в каждых обстоятельствах, он прибегал пред лицо Божье. Плохо, непонятно, опасность пред лицо. Хорошо, он славит Господа. И в этом ключ. Поэтому следующий Псалом, мы сейчас его прочитаем, пару слов скажем. Может, кто-то как раз тоже в этой ситуации находится. Ведь Давид — это жизнь христианина. Мы можем скрыть этот Псалом или эти ситуации, или говорить, ну, у меня такого не будет, или у меня не будет сложностей, трудностей, тупиков каких-то, даже находясь в церкви. И можно было, ну, мы, может, по-человечески где-то убрали бы этот Псалом вообще из Библии, или, ну, какой-то другой, или какие-то другие обстоятельства. Но самое интересное, что Давид, он не скрывал это. И Бог не скрывает это. И Бог не скрывает эти Псалмы, эти ситуации. Почему? Потому что это жизнь, и мы будем с ними сталкиваться. Вопрос, что я буду делать в этих обстоятельствах? Кому я буду обращаться? Какая моя реакция будет на это? Бог ждет определенной реакции. Обстоятельства и дьявол давят на нас, чтобы мы сделали прямо противоположный поступок или реакцию какую-то совершили в сторону от Господа, в сторону от Его Слова, в сторону от веры. Пошли человеческими путями, может, хорошими даже. Может, они нам будут казаться правильными и хорошими, но это не будет то, что Бог, Он желает, ну, какую реакцию Бог желает от меня в этих ситуациях и в этих обстоятельствах. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе». Интересный псалом, у меня он тут озаглавлен, молитва кающегося грешника. Ясно, что разные авторы пишут, что это, может, была ситуация как раз перед тем, как Авесолом должен был предать Давида. Давид осознавал, что это ему за грех с Версавией, он пришел при лицо Божье. Кто-то просто говорит, что какие-то обстоятельства неизвестны, какой-то грех еще и болезнь, может, наложилась, и он приходит, прибегает при лицо Божье. Мы не знаем, досконально тут не написано. Но, опять же, ключ, и самое важное, что делал Давид? Он бежал при лицо Божье. Он бежал к нему. Не всегда мы в этих обстоятельствах, когда мы согрешаем, когда нам тяжело, мы бежим при его лицу. Наоборот, бывает, мы скрываемся и бежим, наоборот, от Бога. Наоборот, бывает, мы прячемся. Какая-то ложная такая, ой, а как я теперь покажусь при лицо Божье? Что я теперь буду делать? Это единственный правильный выход, и дорога, и путь. Это при его лицо, это Господу, это в его храм, это на служение, если есть служение. Быть, приходить, при его лицо, с покаянием. Не так, как бы, конечно, как будто ни в чем не бывало, и мы как хотим живем тут. Да, как бы, нет, с покаянием, со смирением. И то, что Давид, он, Господи, не в ярости Твоей. Он не просит, Господи, отмени. Или он не просит, Господи, Ты помнишь мои заслуги? Ты помнишь, сколько я филистимлян убил? Сколько я сделал? Я же Твой помазанек. Сохрани меня, не допусти там чего-то. Но, опять же, это его сердце. Он говорит, Господи, не в ярости Твоей обличай, не во гневе Твоем наказывай меня. Милости прошу, да, другими словами. Милости прошу, Боже, не по закону, не по суду поступи со мной, а по милости своей. По милости своей. Вот, даже если мы оступаемся, согрешаем, где-то в какой-то момент мы чувствуем, что мы идем как против вражна, против Бога, против Его воли, против Его Слова. Боже, прихожу пред Твое лицо. Прошу о милости. Прошу о милости приходить, но в смирении. Не как будто, ну, знаете, мы как христиане уже Нового Завета, мы знаем, что есть Христос, Его жертва, Его жертвы достаточно. И мы можем уже как-то так, знаете, ну, там, да, как-то само собой, Господи, там, ага, так, Ты уже простил, я все, слава Богу, что я вообще сюда пришел. Да, слава Богу, но все равно Богу важно наше сердце. Все равно Богу важно наше смирение, покаяние. И это все равно символизирует, что, Боже, я признаю, что Ты Господь, что праведность, она от Тебя. Не от моих поступков, не от моих прошлых заслуг, не от моих даже вчерашних побед, или позавчерашних, или от выслуги лет, или еще от чего-то. Особенно если я уже давно с Богом. Нет, Боже, на Тебя упомяло. Вот как первый раз. Вот даже почитать, если так абстрагироваться, то можно, ну, сказать, ну, даже где-то такая молитва, ну, может, как, не сказать, что царя Давида, который уже там давно знает Бога. То есть как, может, младенца, который приходит, да, вроде пред лицо Божие, как-то так по-младе, по-простому, он просит у Бога, ну, да, не все мы, может, так и молимся, да, не все мы, может, мы как-то или более как-то скрываем молитву, или более как-то, как-то это в красивую обертку какую-то там заворачиваем. Ну, Давид, так как он есть, говорит, Господи, то, что у него было на сердце, то, что он переживал, и то, что ему важно было, это мнение Господа, это его реакция, это его, все равно, как бы, печать на эти обстоятельства, что там, ну, или покрываю, или прощаю, или благословляю, или во многих псалмах, там, где Давид говорит, не отними от меня духа, лица, и тут он говорит дальше, во гробе кто будет славить тебя. То есть присутствие Божье, присутствие Духа Божьего, это как автоматически, что Бог благоволил к нему, благоволит к нему. «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен». Здесь мы видим также смирение. «Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе?» То есть он понимает, что, вы знаете, когда какие-то проблемы, обстоятельства бывают, что мало того, что мы прячемся, мы можем, ну, как бы, свести это все на уровень плотского, там, если это еще, может, связано с какими-то обстоятельствами, с какими-то людьми, и мы можем это просто на уровень, ну, может, с определенным человеком, или с этими обстоятельствами, или то, что происходит в стране. Вот, и у меня, вот, поэтому так, что-то там случилось у меня, может, с работы уволили еще, и мы это можем все на уровень. Но Давид, он понимал, что какие бы обстоятельства не были, он согрешил, или враги наступают, оправданно, или нет, виноват в этом Давид, или он понимает, что самое, ну, это между ним и Богом. То, что надо решить, это ему, между ним и Богом, самое главное. То, что там, остальное будет как следствие уже. Люди, которые окружают, или враги, которые ополчаются, или здоровье, или исцеление, или Божье присутствие, или благоволение, не знаю, в битве, в обстоятельствах, в восполнении нужд, он понимает все в Господе. Он мой царь, он мой Господь, и я с этим прихожу к нему. Что бы я ни делал, ни согрешил, ни оступался, Боже, на Тебя уповаю, помилуй, сохрани меня, обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Опять он взывает к милости. Ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Опять же, можно посмотреть и тоже как-то, ну, каким-то таким дерзновением, даже Давид, может, как претензию какую-то, Господи, ну, если я умру, кто же будет славить Тебя? Но мы все равно понимаем, что здесь больше, опять же, его сердце, его все равно упование к милости. Он не просто, я думаю, это как, ну, такую претензию, ну, как бы Богу выставляет, что как, если ты меня сейчас не исцелишь, или ты не это, то никто тебя славить не будет, как бы, да. Мы знаем, что и камни прославят Бога, и кто угодно, но это все равно, я думаю, это все равно говорит о его сердце, это все равно говорит о его знании Бога, о его отношениях, о его общении с Богом. Он как, ну, бесит, Господи, кто будет славить Тебя? Я хочу еще воздать Тебе хвалу, на этой земле, находясь на земле, хочу прославить Тебя. Как бы, другими словами, дай мне эту возможность. Во гробе, как я буду это делать? Все уже, там уже я тебя не прославлю. Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мою, слезами моими омочаю постель мою, и ссохла от печали око мою, обветшала от всех врагов моих. Вы знаете, сегодня также, может, в это время в новозаветной церкви может потеряться ценность жертвы, ценность покаяния, что покаяние все равно, оно чего-то стоит. Есть такой момент, этот псалом также называют псалом плача. Есть, мы знаем, такой плачущий пророк, когда говорят, что пророк, который там, это Языкиль был, или Еремия. Также есть псалмы, которые Давид, он изливает свою душу, он кается перед Богом. Это один из этих псалмов. И вы знаете, я здесь увидел, что мы тоже можем так с легкостью, Господи, прости. И побежали себе дальше, мы даже не задумываемся над этим. Тут как бы важно понимать, и вот эта вот грань, что с одной стороны ясно, что мы не заслуживаем, мы не вымаливаем как бы у Бога как бы прощение там, что да, Боже, если я десять раз попрошу, тогда Его жертвы достаточно, да и аминь. Христа достаточно. Но если мы согрешаем, и все равно оно будет, оно какую-то печаль все равно в мое сердце приносит. Вы знаете, не зря в Ветхом Завете, если мы читаем за такой-то грех, там написано в Ветхом Завете или в книге Левит или в числах, там три дня человек должен находиться вне стана, за какой-то грех неделю там вне стана, да. Я понимаю, что это, ну, есть момент, что, ну, где-то не всегда Бог по милости своей, но где-то какие-то вещи, ну, оно тебя будет, даже может, чтобы ты потом не относился, а согрешу, покаюсь там, да. И вот все равно, и вот и Давид говорит, утомлен я воздыхаю. То есть не так просто, оно как бы, ну, давалось. Не так, хотя Бог, это тот же Бог, но опять же, опять понимание ценности жертвы, понимание, что когда я вступаю, это не просто так, что, да, есть мы где-то неосознанные, есть по младенчеству, но, есть мы, ну, согрешаем, отступаем, что-то Бог от нас, к чему-то побуждает, мы прячемся от Бога, мы убегаем от призвания, где-то в какой-то мере, мы убегаем от того места, которое Бог, ну, для нас определил, мы убегаем от той верности, от ответственности, которую Бог, Он желает, от нас, и это грех, мы, ну, становимся в этом, противниками Богу, мы поворачиваемся к Нему спиной, говорим, что-то в моей жизни как-то не так, что-то там я мира не чувствую, радости или еще чего-то, утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложи моими, слезами моими, можно сказать, Давид, наверное, у тебя веры как-то маловато именно в то, что Бог тебя слышит, или, но мы знаем, что это не так, мы знаем, что это не так, поэтому, есть момент, когда мы все равно перед Богом, мы изливаем свое сердце, да, может мы не сразу прямо так, кто-то говорит, не сразу так мое сердце наполнилось радостью, вот я не чувствую такого, как вчера, доверяйте Богу все равно, ходите преди Его лицом, то, что душа и наша плоть, она может что-то не так чувствует, или мы ходим, ну, Бог чему-то и учит нас, также это следствие, что-то мы посеяли вчера, позавчера, негативное, что-то может мы несем и сегодня, в своей плоти, в своей душе, поэтому он и говорит, «И сохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих». И дальше он говорит, «Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». То есть в этих обстоятельствах у него есть дерзновение, вера, может он еще не совсем это почувствовал, может он это провозглашает верой, через боль, через болезнь, через какое-то давление, обстоятельства, но он приходит при лицо Божье, он изливает свое сердце, как мы здесь видим, не очень хорошо он прямо себя так чувствует, его может еще не наполнило прямо так благодать Божья. Как бывает и в нашей жизни, какая-то трудность, может минимальная даже, тут мне он говорит, каждую ночь омываем, мы с чем-то столкнемся чуть-чуть, и мы уже идем в совсем другую сторону, бежим куда-то, ну своими путями, там где слаще, там где проще. Грех, он всегда будет рядом, Египет духовный, он всегда будет, он никуда не всегда, и будет выбор повернуть мне туда, или идти в землю обетованную, к отношениям с Богом, ко Христу, там где меня желает видеть Бог. Но Египет, он всегда будет вывески гореть, прошлая жизнь, они всегда будут, они всегда будут, поэтому даже в какой-то момент можно сказать, а, тут проще, что я там, сейчас буду смирять себя, еще вот это что-то проходи, Бога я не чувствую, Бог тут со мной, нет, все равно идти прийти. Вот в этот момент проверяет, как бы и вера, и все, в этот момент что-то меняется, в этот момент что-то оставляется позади, наше плотское, греховное, наше, не знаю, упование на себя, самонадеянность какая-то. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою, да будут постыжены, и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Я верю в то, что какие бы враги сегодня нас не окружали, плотские, безденежьи, духовные враги, какое-то искушение, я верю, что когда мы обращаемся к Господу, у нас будет и дерзновение сказать, да отступят враги, да будут постыжены, жестоко поражены, болезнь, зависимость в семье, может жизни моих детей, в моей ситуации, что-то какие-то обстоятельства, да будут постыжены. Так часто бывает, что как раз когда мне сложно и тяжело, и враги, дьявол активизируется, знаете, бывает так, что как говорят, говорят, вот в один день все, да, там и какая-то немощь, и враги, тут кто-то позвонил, и потеря вроде какая-то, и ты в этот момент, и Бога вроде не чувствуешь, как-то все в один, как пустыня мы говорим, да, то есть как бы такую мы проходим, но в этот момент верую Божию доверяю Тебе, буду славить Тебя, буду превозносить на этом месте, поэтому если вы сегодня здесь, Бог дал вам понимание, благодать, быть здесь, сегодня не у всех оно есть, ну не все это оценят, не все кто-то сегодня, ну что-то какие-то там дела другим, что-то может празднуть, я не знаю, но если вы сегодня здесь, открывайте свое сердце, что бы вы не проходили, может вы как Давид сегодня, можете только сказать, Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, да, может давно вас не было пред лицом Божьим, с открытым сердцем, но доверяйте Ему, прославляйте Его верой, может за что-то надо покаяться, может не сразу вы после этого почувствуете такое прямо наполнение, присутствие Божьего, ничего страшного, Давид говорит, каждую ночь омываю ложи мою, слезами моими, мы еще может такого не проходим, вот, поэтому давайте доверять Господу, а чтобы не было впереди, в любых случаях, и завтра, и послезавтра, в этом ключ, во всех обстоятельствах мы приходим преди Его лицу, мы доверяем Ему, мы славим Его, если за, мы молимся за Украину, мы молимся за детей, вот завтра представьте, раз, вот Бог на все ответил, и родственники покаялись, и в стране все хорошо, и экономический подъем, и дороги хорошие, и пенсии подняли, и все, и гривна к доллару, один к одному, а даже доллары меньше еще, что мы будем делать завтра, что не сонно, наоборот, мы тогда приходим, мы точно так же, в этом всем говорим, Боже, славлю Тебя, благодарю, смиряю свое сердце, я не уповаю, когда я выезжаю отсюда, на хорошую дорогу, на финансы, на пенсию, на моих детей, на свое, Бог исцелил, Боже, на крепость и силу, Боже, я все равно уповаю на Тебя, а если завтра даже что-то может, что-то может по плоти нам покажется, вот что-то еще хуже, мы все равно славим Его, мы приходим предеволиться, Бог установил эти служения, это как маяки эти, и слово само собой, Христос это наш, но Бог поставил церковь, я думаю, не зря я так сегодня думаю, ну, например, на домашнюю группу ты там бывает, обзваниваешь, служение, думаешь, ну, как бы само собой, там Бог побудил к некоторым, да, я позвонил сегодня, но все равно человек, я думаю, даже который не был давно в церкви, я думаю, все равно внутри понимает, что все равно служение, оно есть, я всегда могу прийти сюда, то есть это как маяк, это как ориентир, но человек, естественно, должен перенаправиться на Господа, на отношения с Ним, поэтому давайте поднимемся церковь, будем славить его, будем приходить пред его лицо, помолимся, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, благодарим Тебя за Твою милость и благодать, Боже, приходим пред Твое лицо, на милость Твою уповаем, Боже, если мы согрешили, Боже, не в ярости Твоей обличай, не во гневе наказывай, Боже, уповаем на Твою милость, Боже, уповаем, Боже, на Твою жертву, во имя Иисуса, Боже, даже если мы не чувствуем Тебя в душе, в плоти, Боже, духом, открытым и чистым сердцем, Боже, мы взираем на Тебя, мы славим Тебя, мы приходим пред Твое лицо, Ты на этом месте, потому что где Твое или Трое собраны во имя Твое, Ты посреди них, Ты посреди нас, Боже, мы славим Тебя, Дух Божий, веди нас в этой молитве, веди нас в этой холд, в этой холле, веди к Тебе, веди к престолу Твоему, Боже, без Тебя не можем ничего, ни в служениях, ни в семьях, ни в жизни, ни в будущем, Боже, уповаем на Тебя, Боже, доверяем Тебе и славим Тебя, наш Боже, во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,